Сегодня на базе Тагучинской центральной районной больницы началась вакцинация препаратом EpiVacCorona, разработанным в Центре вирусологии Вектор. В чем особенность новосибирской вакцины и кого будут прививать в первую очередь в сюжете моих коллег. Аллергические реакции на введение вакцин. Не было. Евгений Аверкин, сотрудник Центра помощи детям, оставшимся без попищения родителей, от гриппа прививается каждый год. Сегодня в числе первых в Тагучинском районе ставят вакцину от коронавируса, созданную в Центре Вектор. Да, изначально, когда разработка началась, сразу сказал, как будет вакцина, я поставлю. Ну, а Вектору больше доверить на другим. Своё, родное. Пока есть возрастные ограничения от 18 до 60 лет. Если человек переболел коронавирусом недавно, ему рекомендуют воздержаться от прививки в течение 6 месяцев. Сейчас полчаса будете сидеть в коридоре под нашим наблюдением. Затем я делаю запись в карточке и вам отдам. Вакцина «Спутник Ви» должна храниться при температуре не выше минус 18 градусов. Поэтому эпивак корона от Вектора более удобна для транспортировки. С учётом более простой транспортировки и хранения, она предусматривает от плюс 2 до плюс 8. Соответственно, это позволяет нам вакцинировать не только в крупных лечебных учреждениях, но и в амбулаториях, и даже в ФАПах. И поэтому мы направляем её больше в отдалённые районы, в этот раз мы определили Болотнинский, Тагучинский и Сузумский районы. На 15 декабря в Новосибирской области первый этап иммунизации прошли 789 человек, в том числе 19 новосибирской вакциной. В ближайшее время в Тагучинской ЦРБ прививку получат 90 человек. Через три недели для приобретения иммунитета им предстоит повторить процедуру. На сегодняшний день регион получил 1000 доз препарата «Эпиваккорона» от «Вектора» и 1400 доз «Спутника Ви». У нас организованы и рефрижераторы есть по довозу, и сумки-холодильники, и индикаторы есть. И есть всё оборудование необходимое для того, чтобы мы обеспечили ту самую холодовую цепь. Вакцинация бесплатна. В первую очередь на добровольной основе прививки ставят сотрудникам организаций, тесно работающих с населением. Медики, педагоги, социальные работники, работники сферы ЖКХ, транспорта и правоохранители. Станислав Блинов, Тарас Тарасов, Новости ОТС.